Приветствую вас, друзья мои. Недалеко от фонтана Плени стоит церковь Санта-Мария-Ин-Виа. Виа в переводе с итальянского языка – улица. Церковь очень старая, и, скорее всего, она обязана своим названием тому, что находится недалеко от древней улицы, которая позже стала называться Виа-дель-Корсо. Известность церкви связана с событием, которое произошло в 1256 году, когда из колодца через верх стала выходить вода, которая несла с собой священный образ. Когда-то, очень давно, мамы сопровождали своих детей в церковь и вместе с ними пили из чудотворного колодца чистейшую воду. Сейчас колодец находится в отдельной часовне церкви справа. Ковш заменили на бумажные стаканчики, и воду можно набрать теперь не из колодца, а из крана. Но почитаемость этой церкви остается прежней. Легенда гласит, что в 1256 году из колодца, а в то время он находился возле конюшни, пристроенный к дворцу кардинала Пьетро Капоччи, вдруг начала разливаться вода. Ржание испуганных лошадей разбудило конюхов. Они бросились на выручку животным. Успели перевезти их в безопасное место, а потом поняли, что происходит. Они увидели на воде поднявшуюся над колодцем легкую досточку, на которой появился лик Мадонны. Они хотели схватить эту досточку. После нескольких попыток схватить ее, а она ускользала из-под их рук, она погрузилась под воду. Устав наконец от этой игры, они решили обратиться за советом к кардиналу. Разбудили хозяина. Хозяин надел кардинальскую одежду, спустился к колодцу, подошел к воде и без труда достал образ с изображением Мадонны. Вокруг собралось очень много народу, все, кто жил во дворце. Они были свидетелями того, как кардинал спас образ Пресвятой Богородицы из вод колодца. Затем вода в колодце вернулась к своему естественному уровню. В процессе из членов семьи сопроводила кардинала несущего чудотворный образ своей покои, где он в молитве остался перед ним до утра. Благодаря Бога и Пресвятой образ Богородицы за то, что дали ему возможность спасти образ и стать свидетелем этого удивительного события. Он понял, что на месте конюшни нужно построить храм и посвятить его этому образу. На следующий день кардинал отправился к понтифику, рассказал ему о том, что произошло в его доме, он умолял дать ему одобрение задуманного плана осветить место, где произошло чудо. Александр IV одобрил идею, и было решено на месте чуда построить часовню. Позже, при папе Иннокентии VIII, где-то в начале XV века, ранне существующая церковь была перестроена и объединена с часовней, о чем свидетельствует большая глубина этой часовни по сравнению с другими. Для колодца сделали отдельную часовню и украсили ее картиной, которая рассказывает нам историю спасения святой иконы, извод колодца. Эту достопримечательность, думаю, вам не надо представлять. Фонтан Треви я очень часто показываю в моих видео, не потому что больше показывать нечего, а потому что очень часто бываю здесь. Многие истории, связанные с фонтаном Треви, я вам уже рассказывала, но все равно, пробегая мимо фонтана, я каждый раз останавливаюсь и любуюсь красотой. И очень часто думаю о том, если бы в свое время Бернини продолжил работать над фонтаном, какой бы он был. В начале XVII века над фонтаном начал работать знаменитый архитектор Бернини, но потом он был отправлен на работу над другим проектом. В начале XVIII века над фонтаном работал Никола Сальви, которому мы обязаны нынешним обликом фонтана. К сожалению, Сальви так и не увидел результата своего труда у Муми, а работы над фонтаном, согласно эскизам Сальви, продолжались еще 10 лет. Фонтан Треви самый знаменитый и самый богатый в мире, за год из него достают почти полтора миллиона евро. Понятно, что монеты бросают, но иногда при очистке фонтана попадаются разные медальоны, очки и даже вставные челюсти. Сейчас раннее утро, а посмотрите, сколько народу у фонтана. Каждая из туристов, выходя ранним утром из отеля, наверное, думает, сейчас так рано, приду к фонтану Треви, наверное, первый. Но, увы, выходя с узкой улочки на площадь, уже слышится не только шум воды, но и смех и восторженные эмоции. Сегодня очищали фонтан от монет. К сожалению, я пришла в самом конце, когда монеты, собранные с фонтана, пересыпали в мешки и уже загружали в машину. Каждый турист старается бросить монету в фонтан Треви, чтобы еще раз вернуться в этот удивительный город. О популярности фонтана Треви можно судить по тому, сколько здесь туристов, и каждый из них старается бросить монету. Собранные деньги передаются в Коридас, в итальянскую благотворительную организацию, которая помогает бедным. Увидеть Рим в движении – это мечта каждого, особенно, если взять на прокат скутер и проехать по городу с ветерком. За несколько часов можно объехать весь город и проехать по самым старым улочкам вечного города. Я люблю гулять по Риму пешком. Кто-то бы из вас отдал предпочтение проехать по городу на велосипеде, но самое романтическое путешествие, думаю, конечно же, будет на Веспе. Проехать по Риму как главные герои самых знаменитых и любимых фильмов про Рим. Многие из туристов хотят привезти родным и близким сувениры в память о великолепном городе, в котором вы побывали. Увезти с собой хоть маленькую частичку того, к чему вы здесь прикоснулись руками. Но мало кто задумывался, как появились сувениры. Об этом мой следующий рассказ. Вернемся в церковь 12 апостолов. В базилике, посвященной апостолам, среди убранства выделяется погребальный памятник папе Клименту XIV, автор памятника Антония Канова. Про погребальный памятник я еще обязательно расскажу очень интересную историю, но сейчас мне хочется рассказать, что в этой церкви есть еще одна работа Канова, но более скромная. Это погребальный барельеф в другу Джованни Вольпато. Канова сделал его на свои деньги. Застенчивый Канова был влюблен в дочь друга, и они даже были помолвлены. Время свадьбы приближалось, а радости в глазах девушки не было. И тогда Канова решил выяснить, почему она так холодна. Это было целое расследование. Но зато он выяснил, что она была влюблена в другого, в ученика своего отца. Ах да, я же вам не сказала, что Джованни Вольпато был гравер. Канова поступил благородно. Он написал ей письмо и освободил от брака. Он очень переживал этот разрыв, а потом сказал, что больше никогда не женится. На погребальном барельефе мы видим сидящую женщину, она плачет перед колонной с бюстом. Рядом с женской фигурой написано «Омичице», «Дружба». На колонне Канова написал благодарность покойному. Он, Джованни Вольпато, в свое время помог скульптору получить заказ на памятник папы Климента XIV, который находится в церкви. Джованни Вольпато был уважаемым гравером и торговцем. Туризм в конце XVIII века был не массовым. Путешествовать могли только состоятельные люди. Джованни начал создавать миниатюрные фигурки древних произведений искусства. Так он стал родоначальником сувениров. Многие аристократы, художники, коллекционеры, очарованные древностью, собирались со всей Европы в этом музее под открытым небом под названием «Вечный город». Предприимчивый гравер задумал прибыльный бизнес на рынке антиквариата. Он участвовал в раскопках и продавал антиквариат, но не забывал и про свою мастерскую. Не все туристы могли позволить себе купить дорогие старинные скульптуры. И Вольпато очень искусно уловил потребность людей. Он решил производить уменьшенные копии римских статуй по доступной цене, изготавливая их из недорогого белого пористого материала, похожего на мрамор. Чтобы защитить себя от конкуренции, он попросил папу, который всегда его поддерживал, запретить папской римской империи в течение 15 лет начинать кому-либо подобный бизнес. В мастерской на улице Урбана в районе Монти стали создавать фигурки, которые пользовались большим успехом. Стали создавать то, что сейчас мы называем сувенирами. Фигурки создавали трех размеров, и цена варьировалась от их высоты. Создавали также сувенирные ножи, банки для табака. Впрочем, все то, что мы видим сейчас на наших прилавках. В 2010 году во время осмотра места раскопок на улице Урбана было найдено множество фрагментов. Их насчитывалось 12 тысяч. Здесь были фрагменты тарелок, ваз, сахарниц, статуэток. Спустя более 200 лет фабрика-мастерская Вольпата снова увидела свет. Эти находки окончательно утвердили предположение, что бизнес этого мастера процветал. У него не было недостатка в клиентах. Некоторые были очень знаменитые. Например, король Швеции Густав III, которому он продал 12 статуй. Многие иностранцы, которым было любопытно посмотреть на купленные королем статуи, покупали что-то и сами. Даже императрица Екатерина II, хотя она никогда не приезжала в Рим, была его клиенткой. Она восхищалась его работами и имела свою коллекцию. Вольпата умер в возрасте 71 года, оставив после себя процветающий бизнес и дошедший до нас обычай – покупать сувениры. Рядом с церковью 12 апостолов есть дворик, украшенный колоннами и фонтанами. Вдоль всей правой стены, которая примыкает к церкви, расположен ряд гробниц. Среди них похоронен кардинал Бессарионы. И здесь же было первое захоронение великого Микеланджело Буонаротти в 1564 году. А потом его тайно перевезли во Флоренцию. Микеланджело был художником, живописцем, скульптором, архитектором и поэтом. Микеланджело был мастером эпохи Возрождения. 18 февраля 1564 года Микеланджело умер в Риме. Через несколько дней после его смерти в столицу прибыл его племянник. Он должен был найти тело и организовать его транспортировку во Флоренцию. До смерти Микеланджело плохо себя чувствовал почти две недели, однако продолжал работать над своим последним шедевром. За два дня до смерти его одолела усталость, одышка. Жизнь покинула его навсегда 18 февраля, когда тосканскому гению было 89 лет. Он умер в своем убогом римском домике, который стоял там, где сегодня находится площадь Венеция. В доме было найдено несколько работ, все они незаконченные, рукописи. Когда была перепланировка площади Венеция, дом Микеланджело перенесли на холм Янику. А где стоял дом, осталась только табличка с упоминанием, что здесь жил Микеланджело. Микеланджело работал, не покладая рук, создавая шедевры. Его работы стали известны во всем мире. Это Пьета, свод Сикстинской капеллы, Страшный суд, гробница папы Юлия II, над которой он работал более 40 лет. Были также и архитектурные проекты, такие как Портопея, Капитолийская площадь и это еще не все. Его горячий характер заставлял его работать в одиночку, без помощи и помощников. Тело Микеланджело было перевезено во Флоренцию, 12 марта состоялись похороны. Многие из вас знают, что Ватикан охраняет швейцарская гвардия, которая была создана по распоряжению папы римского Юлия II. Он известен как один из самых воинственных пап, который все время воевал. А также имя этого папы очень тесто связано с великими мастерами Рафаэлем и Микеланджело. Выбор Юлия II не случайно пал именно на швейцарских солдат. В то время они защищали королей. Швейцарские солдаты славились храбростью, бесстрашием и верностью. Именно поэтому папа Юлий II решил взять этих солдат для службы в личную гвардию. Эта смена караула швейцарских гвардейцев проходит у подножия собора Святого Петра. Время сейчас очень жарко. Весь июнь жара стояла плюс 35. Июль начался с плюс 37 градусов. Но ничего страшного. На экскурсиях мы стали чаще посещать римские церкви, тенистые дворики. А когда выходим на Большую площадь, всегда есть фонтан, где можно умыться, немного охладиться и попить вкуснейшей римской воды. Благо, в Риме фонтанов очень много. Они спасают нас от жары. Рим. 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 Рим.